всем привет я немножечко пропала ну в общем завела себе еще одного ребенка сама себя спрашиваю зачем это вы уже как поняли это вот это вот чудо нужно было его учить в туалет где спать как есть в общем мало мне наверное было забот поэтому я себе получилось так что я сходила с розе на стрижку и продавали щенки и в общем я заболела но он будет меньше чем розе в два раза наверное почти розе 7 килограмм он будет меньше 3 даже поэтому в общем вот такое вот краткое описание ну и опять начинаю видео с моей красавицы лаэли анцепс кто ее помнит с моих очень так изначальных видео наверное это был маленький маленький кусочек которым со мной поделились и вот так вот он сейчас выглядит я его уже пересаживала неоднократно ее анцепс он в общем дисплейната на флэр очень 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 люблю я эту анцепс и у нас было собрание наша орхидейная и принесла моя джуди ее получается родители ее мамочку от которой от которой она всем отрезала кусочки и конечно она выглядит у нее в три раза меньше и хочу я вам что рассказать что вот у меня цветы вот с такими вот сплэшами у нее все такие и у нее вот она только-только расцвела у одной из наших тоже участниц наших нашего клуба у нее тоже есть кусочек и она у нее расцвела полностью без никаких сплэшей если вы помните в предыдущих видео я говорила что у меня два цветоноса открылись без ничего и я только поняла по истечению времени что у меня оказывается нету обычной формы но как мы сейчас очень долго обсуждали эту тему между собой и выяснилось наверное что все таки было когда больше солнца когда немножечко ну да наверное самое большое это больше солнца и теплее у нас вот предыдущие пару дней вообще 27 26 градусов для зимы это вообще немыслимая температура здесь под утро опускалась до 5 ну а вот эти вот дни у нас прям вообще тепло и жарко поэтому солнце конечно делает свое дело очень красиво и вот чем выше цветы чем ближе они к солнцу и вот это вот очень красивые прям сплэш и здесь не такие ну в общем солнышко конечно котлеем очень важно ну и вообще всем орхидеям наверное для цветения здесь я собрала такую маленькую полянку это еще кстати мой цик нодос любимый цветет он долго цветет я вообще честно говоря уже забыла наверно ну конечно из года в год когда любуешься постепенно то одними цветущими орхидеями то другими сменяются они то конечно забываешь насколько долго эта красота цветет у меня вот единственное что псевдобульбочка начинает 1 желтеть и умирать ну а здесь я принесла все свои морковки будут они у меня здесь сидеть без воды зимовать эту ванду я тоже вам показывала я ее кстати обломала цветонос и нашли мне ее тоже гибрид на циролию и вот такое у нее сейчас название с нашего предыдущего собрания мне написали название маду воде на ванду циролия ну а это расцвела красотка красивые такие яркие конечно и губа и лепестки но еще полностью мне кажется не раскрылась ну я уже не помню честно говоря ее цветение это что это это тени броза на леополь диай но вообще цветочки должны открыться я ее покупала когда-то вообще маленькой маленькой или даже у меня наверно была фласка я уже рассказывала да 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 была у меня фласка и вот она цвела и вот опять зацвела второе цветение от тени броза те конечно такие коричнево-бронзовые такие лепестки и яркая яркая губа красивые кстати присутствует такой нежный аромат я вот так вот цветочки пытаюсь выравнивать чтобы они красиво расцвели в одну сторону здесь я даже не заметила как у меня появился один бутончик манин глори это ну доза на пурпурату крупный цветок но к сожалению всего один красиво тоже здорово конечно было бы чтобы их было много но к сожалению всего один распустился поэтому я довольствуюсь и этой красотой а это такое вот такой огонек это первый раз меня порадовало цветением вот это вот малышка она реально малышка я когда-то ее посадила вот так вот коряжка она у меня очень долго ну вот видите тут предыдущие маленькие бульбочки и вот так вот она у меня потихоньку потихоньку очень много лет уже росла и расцвела наконец-то вот это вот был первый цветочек видите он конечно не такой какой-то правильной формы немножечко он кривенький да иди на палочку я ему такую подпорочку тут палочку поставила а то он как-то длинный вырастил такой цветонос и не держится а вот это вот наверное спустя какое-то время открылся второй цветок и на мой взгляд просто шикарный красавец реально вот такой вот цвет я знала что они должны быть красные цветочки но так вот я посадила когда-то в красный такой маленький горшочек вот такое вот название как синее да красавцы маленькие эти конечно обожаю красивые цветы запаха у нее почему-то я тоже не наблюдаю но настолько красиво смотрятся эти красные цветочки это это что-то я так собираю себе маленькую полянку тут цветущую и наслаждаюсь это мы с вами перенеслись опять в мою маленькую тепличку и это уже другая малышка расцвела сохранитесь аризона но уже кстати софронитисов тоже их всех перевели в котлеенную группу как синее на бреви пендикулата вот такой вот гибрид и такой вот маленький чебурашка ушастик ну так как мы с вами уже здесь гуляли немножечко мне кажется что мы с вами кстати не догуляли я вам не показывала вот это вот вот этот маленький уголочек мы с вами не смотрели это малышка тоже серного красными цветочками цветет малышка тоже маленькая маленькая котлейка сохранить из серного но растит маленькие ростик я смотрю понравилось ей это еще так вот понемножечку понемножку конечно все растут но мало что расцветает здесь у меня лептотес юниколор он наращивал какие-то цвета ножки были какие-то бутончики но к сожалению было очень холодно и они бедные их скинули не выдержали холода но здесь еще вот растут бутончики поэтому что-то растет конечно но что-то страдает это у меня здесь могу оторвать прирост корешок вот такое вот название понемножечку он растет тоже много конечно есть в коллекции такие орхидеи которые не цвели которые я хотела бы видеть цветение ну посмотрим однажды что-нибудь да зацветет это растит новый ростик тоже ансидиум природный красивый растить такой вот новый ростик снизу мне кажется я пыталась посадить как-то чтобы она растила ростики как-то сверху но видно я что-то не угадала ну в общем так вот понемножечку понемножечку амизиэлия мантикола тоже понемножечку растет я не буду конечно каждый доставать и времени немножечко сохраню и не буду тревожить орхидейки там на заднем плане у меня дендробиум тронтуаниай я его очень долго хотела и вот такого вот малыша купила уже приличное время он у меня вот так вот я его посадила и ему понравилось смотрю растет растет понемножечку это кстати вот я последняя дендробиум пендулум который мне отдали бесплатно смотрю что здесь начинает расти новый ростик в общем понемножечку все все растет там еще какие-то малыши это кстати хику в общем дендробиум вот этот вот который я покупала цветущим он себя тоже прекрасно чувствует ну а вот это вот малышня детский сад когда-то я покупала фласку не могла этот пучок разобрать и вот так вот он и растет ну посмотрим в общем дендробиум венустум маленький кстати еще хибики помните с какого времени еще два цветочка очень долго он конечно цветет прям как-то не знаю мне кажется уже очень долго в общем очень здорово это дендробиум вот такой малышок тоже маленький он богемиям рапсоди богемская рапсоди нарастил такой приличный ростик в этом году посмотрим может быть даже зацветет что там еще вот тут вот у меня кстати ни разу не цветше это какой-то дендробиум фармери я думаю никогда у меня еще не цвел он не хотел у меня расти тоже в горшке какое-то время очень долго и я его пересадила вот так вот и он растет растет понемножечку растет но еще никогда не цвеол я его и не видела какая форма у меня кстати еще вот есть еще один дендробиум фармери надеюсь что они будут отличаться друг от друга здесь кстати бутончик дендробиум формосом было тоже здесь пару бутончиков и здесь был ну к сожалению холодно мои фаленопсисы тоже бедные пострадали за одну ночь прямо листики покапала на них водичка и они все стали в черную крапочку крапушку конечно я их занесла в дом но все занести я не могу это мой дробиум стардаст на отдыхе отдыхаем здесь я не знаю что какая-то безымяжка так вот я посадила какой-то миниатюрный дендробиум ни разу еще не цвел это мой дендробиум ладигизиай там еще солдатики в общем много дендробиум кретосеум такой вот уголочек дендробиумов здесь это единственное что здесь пусила эрицина пусила цветочки она уже отсушила отцвела вернее и постепенно постепенно приживается готовится к весне конечно до весны еще далеко у нас только первый месяц зимы закончился это дендрохиллум как он правильно называется коби кобиалум yellow они кстати все тоже дендрохиллумы перевели сейчас в целлогийную группу это уже все целлогины и мой кстати вот этот вот дендрохиллум тоже вензеля это уже тоже целлогины видите как растит он конечно бутончики уже вытягивает их красиво здесь тяну и фолия моя растет в маленьком таком поддончике так она и растет ее никогда не пересаживала покупала давным-давно и так вот она у меня и растет здесь наверху конечно есть еще парочку чего-то дендробиум ханхоки ай греется на солнышке там парочку софткейн нобели дендробиумов это мой париши ай понемножку понемножечку но мне кажется что мы выкарабкиваемся такую вот жирненькую псевдобульбочку нарастил это я показывала в предыдущем видео красивые огоньки ну а что еще там ансидиум мой ансидиум тоже продолжает растить очень долго он растит конечно свои цветоносы хорошо что что-то другое растет цветет можно любоваться так очень очень как-то долго ждать его приходится здесь кстати еще круминатум его еще называют пиджин оркит цветет красивыми беленькими такими цветочками ну наверное мы здесь уже с вами все посмотрели все что здесь растет это за не заканчивать начинает растить свои цветоносы простачи простачили энциклия ради а то красивый у нее ну как красивый наверно как у всех энциклей данного такие цветы но аромат обалденный было три цветоноса но осталось смотрю всего два такой мне тоже давали маленький кустик но разросся он и уже даже выходит из своих берегов ну ждем цветение вот такая вот вроде бы маленькая до тепличка но очень много в нее конечно влезает это два моих агрюба агрегатума или линдлиай греются на солнышке зимуют стараюсь их не поливать сильно этот с более крупными цветами и они цветут в разное время здесь кстати еще отсидюбная группа это брасия брасия ве рукоза она у меня тоже вот не росли они у меня но когда их пересадила вот так вот мог и кора им понравилось очень многим орхидеям понравилась моя посадка поэтому конечно каждый каждому нужно подстраиваться под себя и выбирать свою посадку свое какое-то не знаю температура у всех разное все разное поэтому советовать ну просто невозможно это моя окландиа и здесь греется тоже на солнышке здесь еще одна какая-то брасия брачиата ну а это мой маленький горшочек все выцвела выцвела бирка вот так он здорово оплетает классно дендробиум малышок не знаю что с ним буду делать как я буду пересаживать ну вот так вот будет расти наверно сам на себя дендробиум дженкин силой но тут у меня между моими гринхаусами я пересаживаю пересаживала вернее все мои вот такие вот пестроцветков пестро листные растения антуриумы все по пересаживала посмотрим обновила их в общем понемножечку нужно наводить порядок красавица тилансия цветет распускает такие маленькие сиреневые цветочки здорово наращивает еще смотрю здесь новые такие новые росты два моих огроменных дендробиума здесь они просто в мой рост не влезают уже никуда даже уже куда наверно в мой рост обалденные огромные масчата кажется ли масчата не буду не помню точно и здесь даже уже кажется растет цветонос и здесь вот я смотрю тоже цветоносик красивые желтые грозди тут у меня два фаюса их тоже кстати сейчас переименовали это мне кажется даже цветонос даже растет фаюса сейчас будут относятся к калантовой группе поэтому все меняется все течет здесь у меня цимбидиум стоит на солнышке тоже там еще один фаюс мои рождественники здесь еще один дендробиум конечно ходите не обходить так все это все не покажешь я что-то как-то сказала буду показывать все но что-то смотрю что я сама себе нашла такую необъемную работу смотрите бутончики тоже здорово эти дендробиумы конечно они растят что спец возуме что деликатум и кстати тоже деликатум тоже кстати переименовали это сейчас будет списяном кажется потому что дендробиум деликатум это кингианум на списязом нас да и он сейчас будет списяном мне кажется что он как нам сказали что он так и был раньше когда-то потому что это первичный гибрид природный кингианум на списязом и будет вот так вот он переименован сейчас здорово конечно видеть что растит он много-много бутонов он у меня в том году как-то не очень цвел мне кажется ну надеюсь что в этом году я их так выставила на солнышко они тут греются это еще мой один это списязом но он поменьше тут тоже растит бутончики он поменьше в плане я чему говорю по сравнению вот с этим это мой огромный списязом который я пересаживала он кстати тоже растит бутоны когда-то он у меня цвел на 22 цветоноса обалденная красивая было конечно цветение шикарная его потом пересадила и он опять вот так вот оброс множеством корней огромный горшок ну не знаю я так смотрела но мне кажется что столько бутонов он пока что не растит ну посмотрим есть время будем смотреть ну а это моя вторая большая теплица я не думаю что мы конечно будем ходить по каждому экземпляру наверное так вот котлея в принципе посадка у всех одинаковая у вант тоже у всех одинаковая поэтому тут растит вот еще красота не цвел он у меня его пересадила и он у меня не цвел это чокола drops и опять вот наращивая такие вот три красивых цветоноса надеюсь зацветет это я пропустила каудобекна пурпурату цвела не буду вам уже показывать ничего там это растит цветоносы цимбидиум не помню в общем когда зацветет буду конечно все показывать и рассказывать единственное что покажу мою красавицу пурпурату вот в таком вот она огромном горшке кто со мной недавно наверное не знает я ее пересаживала ну вот видите горшок в горшке огроменный наверное сантиметров и не знаю 50 ну и постепенно постепенно она его опять зарастает и вот смотрю что растет уже здесь чехлы посмотрим это миниатюрный сара джейн айс каскаду тоже смотрю есть цветоносик здорово ну и энциклия кардигера еще одна энциклия бифринария в общем такое вот здесь крупные такие у меня орхидейки всем нашлось место кстати вот опять энциклия насколько она легкая в уходе я просто сама поражаюсь энциклия кахлеата видите еще предыдущие цветоносы они даже не засохли я их хруста огромная какая псевдобульба и уже даже расцвела и я не знаю она растет в маленьком таком горшочки вылезет сейчас его поставила вот видите вот здесь вот он заканчивается ему просто влажность всегда ему так понравилось здесь это я взяла горшочки для фаленопсисов и слушайте он себе растет и растет вода здесь всегда в общем им очень понравилось и здесь у меня кстати мой бульбофилумный уголочек мои бульбофилум и здесь это я не успела грандифлорум ну вот второй еще цветоносик растет от свил первый вот такая вот малышня в общем все понемножечку как-то кто-то на блоках красивый конечно это должен цвести было много бутонов 3s но вот он их раскрывает три аспекта красивые такие когда растение здоровая она будет расти и вроде бы говорят что бульбофилумом нужна сильно большая влажность но вот у этого нету огромной влажности я бы купила на вот этом кусочке его просто прикрутила на больше и смотрите какие бульбочки и все ему нравится вот такие вот бульбофилумный такой уголочек у меня и вот кстати хор мальчиков зайчиков да я когда-то называла этот бульбофилум он тоже цветет не так обильно потому что я его немножечко немножечко тут обновила но все равно он расцвел вот такая вот в общем у меня моя коллекция ничего особо такого я не делаю единственное что я сейчас больше стала удобрять здесь вот еще бутоны это интермедиа кажется ну вот это вот как раз ее время до интермедиа орла то здесь еще кажется да еще есть два бутончика единственное что я начала немножечко удобрять свои орхидеи потому что раньше я как-то не удобряла единственное что вот я еще сделала смотрите коврики коврики но такие это для кухни купила я такие они как реп прорезиненные чтобы сильно корешки не касались я имею ввиду горшки нижняя часть конечно металл когда под утро холодно но так немножечко немножечко пытаюсь как-то хоть сохранить предоставить им тепло очень холодно этой зимой поэтому орхидеи ко мне очень это нравится ну а так вот вроде бы как все понемножечку растут это единственное что моя с которой мне помогли название майор ямасаки наконец-то я узнала ее название вот так вот она у меня растет на блоке кто-то у меня спрашивал как как-то вот так вот она себе понемножечку растет очень быстро начала расти когда ее купила расцвела потом не цвела и вот здесь вот опять расцвела и смотрю опять растит корешули такие обожаю смотреть на растущие корни на новые ростики здесь вот меня это кстати что-то растет не знаю может быть маленький маленькую детку потому что мне конечно не очень не нравится когда ванды вырастают лысыми голыми и не растят деток очень здорово когда по 2 по 3 детки ну хотя бы по одной да у меня огроменно это ванда конечно она не совсем малысенькая но деток мне выдавать не хочет ну в общем вот так вот единственное что да на все меня все очень многие вот моя конфетти закончена верно на ней я не забыла вот даже смотрите что здесь есть я знаю что это любимица в моей коллекции очень многих в общем она растит бутончики надеюсь что она их вырастет тут вот еще красавица нежная я ее пересадила тоже тоже мох и кора но не вижу новых ростов такая вот она печальненькая не знаю вот мне кажется что мои вот все котлеи выглядят печально ну кстати вот я на последнем нашем заседании тоже смотрела у других орхо любителей у них тоже выглядят как-то не очень конечно то что мы выращиваем на улице это делает свое дело орхидеи страдают от ветра дождя от холода я сейчас занесла опять повторюсь фаленопсис и это я показываю little mermaid я очень рада что она опять выпустила цветоносы обожаю эту орхидею да конечно в доме выращивать очень прекрасно и орхидеи любят у кого конечно стеклянные здесь тоже у многих есть стеклянные или под пластиком выращивают и температурный режим постоянно идеальный и вода идеальная в общем ну у меня вот такие вот условия если будет конечно холодно то нужно будет о чем-то думать потому что все меняется температура смотрю по всему миру просто просто все все сходит с ума поэтому не хочется чтобы орхидеи сильно страдали этому и кстати вот давайте я уже на нем наверно закончу то я так никогда не закончу не знаю сколько там наболтала это мой ой по феопедилум я его покупала не помню сколько лет назад вот такой вот он у меня был огромный конечно он растет еще это гибрид и вот он вот такой вот гибрид гибридович он никогда еще не цвел вот я не знаю сколько здесь розеток он прекрасно растет прекрасно себя чувствует наращивает постоянно смотрю и новые но вот когда почему он не цветет я не знаю может быть мне кто-то скажет что ему нужно может быть каких-то там ракушек кальция ему насыпать налить ну в общем я уже их поливаю с удобрением и все хочется хочется чтобы что-то расцвело в общем вот так вот с моего орхидейного коридор чека всем 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 желаю счастья и мира и чтобы ваши орхидейки радовали вас всем пока пока пока